МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. И всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Инициатива приветствуется. Комиссия Совета Республики Национального Собрания оценила перспективы развития бизнеса в нашем регионе. Большая стройка. Планами строителей поинтересовалась Марина Джалая. Бурная жизнь. Лазика Ройтшванница. Театр кукол готовит премьеру для взрослых зрителей. Лето в городе. Впечатлениями гомельчан от веревочного аттракциона поинтересовался Максим Савин. А также о том, как следят за санитарным состоянием пляжей, чем опасны клещи и как отдохнуть на природе, не навредив здоровью, наше актуальное интервью. На этой неделе с рабочим визитом гомель посетили члены постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания по экономике, бюджету и финансам. Ознакомиться с методами поддержки частной инициативы. А главное, выслушать самих предпринимателей, чтобы понять, с какими проблемами они сталкиваются в своей деятельности. С этой целью представители комиссии посетили компании, работающие на площадке свободной экономической зоны «Гомель-Ратон». Крупнейшее предприятие «Алкопак». Его продукция поставляется во многие страны мира. Кроме того, компания закрывает потребности местного рынка. А импортозамещение – это уже весомый аргумент, чтобы развивать белорусский бизнес. Также парламентарии побывали в Гомельском технопарке. Его цель – создавать условия для коммерциализации инновационных идей и не допустить оттока специалистов за рубеж. Упрощенная система налогообложения и льготная аренда офисов помогают малому бизнесу стартовать. Правда, только этого недостаточно. Есть факторы, сдерживающие развитие предпринимательства. По-прежнему актуальна тема снижения административных барьеров и упрощения законодательства. В разговоре за округлым столом озвучено, что определенные сдвиги в этом уже произошли. Полгода шел сбор информации. В какую сторону менять законы – спрашивали у самих бизнесменов. Участвовали в этом деле и все, без исключения госорганы. Результатом стал проект нового декрета. Уже подготовлен пакет очень серьезных документов. Находится на завершающей стадии проект декрета об упрощении. В качестве примеров я хотел бы привести, были проанализированы и собраны воедино, например, все пожарные нормы. Оказалось 586 пунктов. Потом взяли, ну, как говорится, топор, которым отсекли все, что можно передать на уровень саморегулирования. Осталось всего 58 пунктов. Из санитарных норм было 1100. Осталось тоже более чем в 10 раз сократили количество. Документ в разы уменьшит требования к бизнесу. Его окончательное утверждение – вопрос нескольких недель. Районные газеты должны стать многофункциональными медийными центрами. Такое мнение высказал, общаясь с журналистами, заместитель министра информации Александр Королюкевич. Он принял участие в региональном семинаре «Информационное обеспечение социально-экономического развития Гомельской области и задачи средств массовой информации». О том, что еще было важным на этой неделе – обзор корреспондентов службы новостей. В центре внимания участников регионального семинара Министерства информации Беларуси – работа местных СМИ. Их роль в развитии Гомельской области. Обсудить эту тему в Гомель приехали представители Мининформа, а также журналисты, идеологи и ученые, занимающиеся проблемами современной журналистики. Они посетили редакцию газеты «Гомельская правда» и телерадиокомпанию «Гомель». Семинар нацелен на повышение эффективности участия СМИ в социально-экономическом развитии страны. Как отметил заместитель министра информации Александр Корлюкевич, в современных условиях редакции районных газет должны стать своеобразными медийными центрами, которые будут использовать в работе самые разные способы и средства. В качестве примера в Гомельском регионе Александр Корлюкевич привел деятельность редакции областной газеты «Гомельская правда», которая развивает и радио, и интернет-портал. Также Александр Корлюкевич отметил, что практически 95% региональных изданий присутствуют на портале «БелСМИ». Это говорит о том, что журналисты стремятся использовать различные площадки для озвучивания своих тем, считает заместитель министра. Передавать в аренду участки водотоков с начала будущего года будет запрещено. Соответствующий указ номер 247 подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Этой теме было посвящено селекторное совещание, которое состоялось в Гомельском облсполкоме. В ближайшее время специалисты создадут комплексный план размещения рыболовных угодий. Будут определены озера и пруды, которые можно будет передавать в аренду. Участки водотоков, реки, каналы и ручьи арендовать для любительского рыболовства будет запрещено. ОАО «Гомсельмаш» начал испытания новой модели комбайна. Техника оснащена гибридной схемой обмолота и сепарации. В ней использованы компоненты сразу двух классических схем – барабанного и роторного молотильных аппаратов. Это позволяет увеличить производительность работы без значительного удорожания комбайна. Испытания на уборке рапса новый комбайн КЗС-1319 проходит на полях агрокомбината Южный Гомельского района. Данная машина ранее была представлена на выставке «Белагра-2017» в числе прочих новинок. 21-летняя студентка из Жлобина победила на международном конкурсе красоты в Сеуле. Екатерина Гудкова, мисс Жлобин-2016 смогла опередить конкуренток из Финляндии и Венесуэлы. Конкурс World Beauty Queen прошел в Корее в третий раз. В нем соперничали девушки из 30 стран мира. Если строятся дома, значит все больше людей могут строить свою жизнь. Кто-то получит новую квартиру в подарок, а кто-то ждет ее многие годы. Но в любом случае собственное жилье основа для осуществления множества жизненных планов. В Гомеле в последние 10 лет появились десятки новых микрорайонов. Его территория раскинулась все дальше от центра. На окраинах выросли высотки и целые районы, состоящие только из частных домов. Можно воплотить мечту о жизни в квартире, а можно наслаждаться садом-огородом в своем частном доме. Не отстают и районные центры. О строительных планах сюжет Марины Джалой. Примерно 390 тысяч квадратных метров жилья. Столько должны построить в Гомельской области в этом году. Немного менее трети от этой цифры индивидуальное жилищное строительство. Пока работа идет даже с опережением. До конца 2017-го строительный комплекс региона задание планируют перевыполнить. Уже сейчас, кстати, примерно на 35% больше, чем весь объем годового плана, построены жилья с господдержкой. Почти 50 тысяч квадратных метров вместо запланированных 31,5 тысячи. Это очень хороший показатель, который характеризует оценку вообще перспективы в области в плане строительства. На сегодняшний день от задания, которое доведено области Советом Министров, это выполнено на 74%. Мы идем с такими темпами для того, чтобы максимально обеспечить всех нуждающихся, все категории граждан жильем. Обеспечить жильем нуждающихся в этом людей – приоритетная задача. Ведь еще несколько лет назад в целом по Беларуси ежегодно с господдержкой строилось порядка 3 миллионов квадратных метров жилья. В минувшем году эта цифра не дотянула и до миллиона. Задание на этот – 450 тысяч. В Гомеле утвержден уже новый генеральный план. И согласно этого генерального плана есть зоны, которые будут активно строиться в ближайшие годы. Одна из таких зон – это вот мы видим, развивается наш 104-й микрорайон, развивается 59-й микрорайон. Город будет расширяться. Что касается регионов, то наиболее активное строительство на сегодняшний день, если брать региональные центры, это, конечно, в городе Мозыре, затем идет город Жлобин, Светлогорск, ну, крупные населенные пункты. Там в первую очередь вступили в такую, скажем, стадию, как строительство коммерческого жилья. Не так давно коммерческие дома были новинкой. С появлением этого направления для тысяч семей снять квартирный вопрос. В целом, по Гомельской области готовы к продаже и ждут своих хозяев около 500 квартир. Вместе с тем, часть нуждающихся может быть обеспечена социальным жильем. Благодаря технико-экономической помощи Китая в Гомельском районе и райцентрах области строятся или запланированы социальные дома. Например, будущие жильцы этого социального дома в Мозыре совсем скоро справят новоселье. При поддержке китайских инвесторов строительство идет активными темпами и должно подойти к завершению уже в августе. Здесь же, согласно современным тенденциям, строят экономичные дома типовых потребительских качеств. Самый бюджетный вариант с использованием белорусских стройматериалов. Получается гарантированная господдержка в двух плоскостях – и для нуждающихся, и для стройотрасли. Один из примеров – многоквартирный четырехподъездный крупнопанельный дом, возводимый силами ДСК. Кстати, в Мозыре до конца года планируют построить около 77 тысяч квадратных метров. В настоящее время в Мозыре введено 42 тысячи метров квадратных жилья, что составляет 59% от годового задания. Строятся два долевых дома. Реализуется в четвертом микрорайоне арендный дом, запланирован к вводу в октябре-беде 2017 года. Еще один сегмент – индивидуальное жилищное строительство. Оно актуально не только для районных центров, но и для Гомеля. И это не только поиск территории и дальнейшая продажа или выделения участков, есть возможность строить и продавать готовые дома. Прорабатываются вопросы, скажем так, для Гомеля не специфического такого характера. Это строительство индивидуальной живой застройки. Вот различные варианты мы на сегодняшний день проработали. Ну и планируем, что в этом году, возможно, мы займемся, скажем так, выбором площадки. Есть различные уже на сегодняшний день наметки. Ну и строительство подобного жилья, которое, скажем так, для наших гомельчан будет новинкой. И мы хотим в этом сегменте, в том числе, в Гомеле выступать в виде заказчиков. Целый новый микрорайон со своей инфраструктурой вырастет в железнодорожном районе Гомеля. Сейчас здесь прокладываются сети, ведутся основные подготовительные работы. А тем временем люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, подают заявление на строительство квартир в первом доме. Условия кредитования – 50% ставки рефинансирования. Большая стройка развернулась и на улице Федюнинского. Всего здесь построят 10 домов. Первую 11-этажку, в которой будет более 130 квартир, сдадут уже в конце этого года. А в начале следующего в доме появятся первые новоселы. Чаще всего в новые дома заселяются молодые семьи. Значит, появляется вопрос наличия поблизости детских садов и школ. Площадки под социальную инфраструктуру определяются заранее. Но бюджетных денег на быстрое строительство таких объектов не хватает. Вариант – использовать для детских садов первые этажи высоток. Пилотный для всей области проект сейчас реализуют в 19-м микрорайоне областного центра. Причем финансовую нагрузку берет на себя застройщик. В данном случае – Гомельский домостроительный комбинат. Проработаны точки и в 20-м микрорайоне, и в 17-м микрорайоне, и в 18-м, там где у нас опоставались свободные площадки. Значит, строительство именно жилдомов с детскими садами. Кроме того, даже прорабатывается и в 59-м, и в 104-м такое есть, как бы, ну, только в стадии проработки. Именно строительство для того, чтобы снять социальное напряжение, строительство отстроенных детских садов. Строительная сфера неразрывно связана с экономикой. Например, изготовление и продажа стройматериалов, поступление в бюджет, появление социальной инфраструктуры, те же детские сады в многоэтажках. А кроме того, это создание новых рабочих мест. На сегодняшний день на более чем 140 предприятиях Гомельской области работает свыше 20 тысяч строителей. И хорошо бы, чтобы у них всегда была работа, а у тех, кто очень ждет – собственное жилье. Марина Джалая, Игорь Морищенко, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». С возвращением тепла эпидемиологи в очередной раз обращают внимание на простые правила поведения на природе. Ведь именно в летние дни все больше жителей региона отправляются на пикники. Какие опасности таит беззаботный отдых? Почему не стоит игнорировать запреты на купание? Как собрать безопасный перекус на пикник? Об этом в интервью нашей программе рассказала заместитель главного государственного санитарного врача Гомельской области Светлана Саварина. Разрешение и запреты на купание в водоемах. Насколько важно прислушиваться к советам специалистов и почему? Я бы настоятельно требовала прислушиваться. Потому что для того, чтобы вынести достаточно-таки серьезные ограничения, санитарная служба изучает очень детально по микробиологическим и санитарно-химическим состав воды в водоеме. Более хочу сказать, что зачастую чаще употребляется термин «запрет». У нас есть три ступени ограничительных мероприятий по зонам рекреации. Первое – это ограничение, касается запрета купания детей. Второе – это приостановление, когда запрещается купание и детей, и взрослых, но разрешаются водные виды спорта на воде. И третье – это самая категорическая мера – это запрещение использования рекреаций и водоемов для купания как детей, так и взрослых, и для водных видов спорта. Чтобы было понятно, на нарушение полного запрета, чем может быть чревато для конкретно взятой семьи? Прежде всего, это, конечно, общее состояние самочувствия и здоровья человека. От малого – это какие-то кожные реакции на вот такой небезопасный состав воды, и до появления каких-то кишечных отравлений, других кишечных инфекций. Люди часто нарушают? Нарушают. Нарушают, и это очень жаль. Мало того, что они нарушают, используя такие стихийные какие-то пляжи и водные объекты. Понимая, что это наша с вами безопасность, и безопасность наших детей, которых мы ведем на пляж. Совершенно верно. Но больше всего нас удивляет, когда люди знают о каких-то ограничениях в купании, но приводят семьи, приводят детей и эксплуатируют данный водоем. Начиная с весны, думаю, со мной согласитесь, в сети можно встретить целую подборку страшилок, вроде регион заполонили клещи. Действительно ли настолько актуальна эта проблема для Гомельской области? Я хочу сказать, что клещи актуальны для любого региона, любой области, там, где есть лесные или лесопарковые зоны. Потому что это излюбленные места клеща. Вообще клещ любит умеренное тепло, где-то 16-20 градусов, растительность такую бурную, травы, кустарники, вот это все, его излюбленные места. И очень не любит солнце. Поэтому вот такие затененные поляны, где-то укромные места растительности, это все то, где он обитает, и нас может подстерегать неприятность, так скажем. И все же, в последние годы в Гомельской области клещей стало больше? Я хочу сказать, что количество покусов от клещей увеличивается. Но в прошлом году мы зарегистрировали более 3000 людей с покусами от клеща. Из них 5% заразились инфекцией, которую передают клещ, это ламберлиоз. Хочу сказать, что кроме ламберлиоза распространяет клещ еще и клещевой энцефалит. Уже много лет не регистрируется клещевой энцефалит в Беларуси, поэтому основная инфекция, которая передается, это ламберлиоз. Еще одна топовая тема – жара и отравление, пикники на природе, покупки на стихийных рынках грибы и ягоды из леса. Что в этом плане больше всего беспокоит специалистов? Ну, нас в этой теме больше всего беспокоят скоропортящиеся продукты, которые люди берут с собой на пикники, в лес, на поляны. И те же скоропортящиеся продукты, которые реализуются, вот так, как вы говорите, с земли. На стихийных рынках. На стихийных рынках, да. Да, потому что неизвестно, как это все транспортируется, в каких условиях, а эти продукты требуют особых условий. Даже если про это забыть, посмотреть, в каких условиях оно продается. Совершенно верно. То же мясо, купленное с пола, либо замороженная рыба, купленная с пола, что можно от нее ждать? Совершенно верно. Кишечные расстройства, кишечные инфекции, как минимум. Ну, конечно, да, да, да. Очень жаль, что наши современные люди либо не хотят, либо не понимают вот этих элементарных вещей, которые очень важны для того, чтобы сохранить свое здоровье. Тем более сейчас ассортимент этой продукции в магазинах представлен достаточно для того, чтобы организовать питание себя и своей семьи. Светлана Александровна, спасибо за порцию полезной информации и до новых встреч. Всего доброго. Налоговые инспекции области приступили к возврату сбора на финансирование госрасходов за 2015 и 2016 годы. Напомним, право на возврат имеют граждане, которые в 2017 году участвовали в финансировании расходов, достигли пенсионного возраста или признаны инвалидами. Для возврата сбора нужно предоставить в налоговую инспекцию письменное заявление и документ, удостоверяющий личность. Коротко о других событиях уходящей недели в ближайшие несколько минут. В Беларуси начался прием документов в среднее специальное учебное заведение. Для абитуриентов, которые имеют общее базовое образование, их будут принимать по 3 августа на бюджет и по 14 августа на платные места. Пройти вступительные испытания они могут с 4 по 8 августа. Зачисление на обучение за счет средств бюджета пройдет по 10 августа, на платной основе по 16 августа. Прием документов от поступающих с общим средним или профессионально-техническим образованием продлится по 9 августа на бюджет и по 16 августа на платную форму обучения. Гомель посетила делегация бывших узников фашистских концлагерей. Визит прошел в рамках проекта «Золотое кольцо памяти», который стартовал в марте. Его участники уже посетили 8 городов в 4 странах. В Гомеле члены делегации возложили венки и цветы к мемориалу на площади Восстания. А в библиотеке имени Герцена презентовали две книги, посвященные военным страницам истории. Состоялось чествование команд гонбольного клуба «Гомель». В минувшем сезоне обе дружины поднялись на пьедестал национального чемпионата. Мужчины четвертый год подряд завоевали бронзу. Женская команда и вовсе повторила успех сезона 2015-2016 годов. Гомельчанки подтвердили статус победительниц Балтийской лиги, Кубка и Чемпионата Беларуси. В последние дни в полку городских развлечений прибыло. На набережной реки Сош появился скейт-парк. Этого объекта гомельские экстремалы ждали более 10 лет. Городские пропеты и лестницы они сменили на профессиональное оборудование, на котором выполнять трюки стало и удобнее, и безопаснее. Получить дозу адреналина можно и в парке фестивальной. Тут появился веревочный городок. Подвесной мост из бревен, змейки из досок, паутина из каната. Всего 10 препятствий. Высота конструкции от 2 до 4 метров. Сергей Туркенич с сыном Ярославом прогуливались мимо и решили опробовать новый аттракцион. Точнее Ярослав решил. Пройти маршрут оказалось непростой задачей. Неоднократно Ярославу пришлось преодолевать чувство страха и боязнь высоты. Результатом непростого, но захватывающего приключения стали незабываемые эмоции. Страшные. Я даже оттуда боялся спуститься. Было трудно соцепиться и держать треновесие. Было ощущение, что можно упасть. Еще раз придешь? Ну да. А вы почему не попробовали? Я думаю, вот сейчас попробую. Слова с делом не разошлись, и Сергей, надев альпинистскую экипировку, отправился на маршрут. Кстати, безопасности организаторы аттракциона уделили самое пристальное внимание. Каждый посетитель проходит инструктаж и получает профессиональное обмундирование. К тому же на каждом этапе площадки работают организаторы. Они следят, консультируют и помогают. В парке используется непрерывная система страховки. Все клиенты пристегиваются к стальному тросу, находясь в альпинистском обвязи. Используются два таких элемента страховки. Это карабин и специальная скоба. Скоба одевается в начале маршрута и в целом не дает упасть вообще никогда. Благодаря ей можно обходить препятствия, деревья. Карабин – это дополнительная страховка, которая несет нагрузку на препятствия. Пока веревочный городок – это один маршрут для детей и взрослых. В планах открыть еще три, в том числе и для самых маленьких посетителей. Максим Савин, Максим Славин. Специально для программы «Новости недели». А теперь мы расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. Гомельский государственный театр «Кукол» готовит новую премьерную постановку для взрослых зрителей. Им будет представлен спектакль под названием «Бурная жизнь» Лазика Ройчванница по одноименному роману Ильи Эренбурга. Это история приключения Гомельского портного, которая к тому же повествует об укладе жизни города в начале прошлого века. В ближайшие несколько минут об этом и не только, более подробно расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Кто не мечтал хотя бы на время вернуться в детство, почувствовать себя беззаботным и поребячески счастливым? Во дворце Румянцевых и Паскевичей это стало возможным благодаря выставке «Улетку до бабули». Она демонстрирует колорит сельской жизни, самобытные обычаи и традиции, а главное – олицетворяет неразрывную связь поколений. Выставка знакомит посетителей с народными костюмами. Каждый из них имеет свою отличительную красоту и отражает региональные особенности. Представлены в экспозиции такие сакральные предметы, как рушники. Своим, даже самым мелким узором они несут глубокий смысл и символизируют неразрывную связь с предками. Открытие экспозиции стало настоящим этнографическим праздником. Здесь развернулись народные песни и танцы, дегустация белорусских блюд, а еще гадания и мастер-классы. В основу выставки легла этнографическая коллекция музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Она насчитывает свыше трех тысяч экспонатов, большую часть из которых сейчас могут увидеть посетители. В каждом кадре – вдохновение. Участники фотоклуба «Максимус» представили коллективную выставку в Гомеле. Клуб создан в прошлом году. Он объединяет как профессиональных фотографов, так и любителей. На представленных в библиотеке имени Герцена снимках, пейзажи, интересные события городской жизни, архитектурные сооружения и портреты гомельчан. Гомельский государственный театр «Кукол» готовит новую премьерную постановку для взрослых зрителей. 26 и 27 июля здесь будет представлен спектакль под названием «Бурная жизнь Лазика Ройтшваница» по одноименному роману Ильи Эренбурга. На сцене развернется интересная история о приключениях Гомельского портного с многочисленными описаниями живописных мест города над Сожем, а также рассказами о его жителях. Мысль поставить спектакль, повествующий об укладе жизни Гомеля в начале прошлого века, у сотрудников театра «Кукол» родилась давно. Останавливал объемный литературный материал, который подходит скорее для кинематографа или драматического театра. В основу премьерной постановки легла пьеса народного артиста России Александра Левенбука, написанная им для московского еврейского театра «Шалом». Кроме интересного описания Гомеля, бесподобных кукол и искренней актерской игры, спектакль также включает множество ярких музыкальных номеров. Постановка рассчитана на аудиторию 18+. Ценители высокого искусства следующая неделя порадует еще одной театральной премьерой. На сцене у Гомельского областного драматического театра будет показан спектакль «Женское счастье». Это комедийная история о семейных ценностях и вечной проблеме отцов и детей. А тем временем Мозыльский объединенный краеведческий музей всех желающих приглашает на выставку Владимира Володковича. Преданий собаки нету существа. На ней представлены живописные портреты людей со своими верными четвероногими друзьями. И на этом все с самыми интересными культурными событиями региона. Вознакомили Вероника Ворошилина и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова